День памяти жертв Холокоста День памяти жертв Холокоста С этого дня был Израиль, была Россия, Канада и еще много других государств, их более 90. Почему именно 27 января? Потому что 27 января 1945 года был освобожден концентрационный лагерь Освенцим. Он был освобожден воинами-освободителями Красной Армии. Кстати, самый последний из живущих воинов-освободителей Аушвица – это немецкое название Освенцима – Иван Мартынушкин. Вот недавно он отметил день рождения, ему более 90 лет, но это последний человек, который был в числе освободителей. И поэтому эта дата – 27 января. Уже восьмой год в России проводятся мемориальные мероприятия, связанные с Международным днем памяти жертв Холокоста. В этом году организаторами выступают Федеральное агентство по делам национальности, Российский еврейский конгресс, Научно-просветительский центр Холокоста. Справедливости ради надо говорить о большой роли Научно-просветительского центра Холокоста, потому что эта организация, созданная в 1995 году, впервые обозначила актуальность изучения трагедии Холокоста, уроков Холокоста. И основатели центра, в том числе Михаил Гефтер, говорили как раз о недопустимости нового Холокоста в современных реалиях. И вот эта работа Научно-просветительский центр продолжает. И он продолжает эту работу в том числе через активную взаимосвязь с регионами, не только через сеть региональных представителей своего Научно-просветительского центра Холокоста в субъектах Российской Федерации, но в том числе через проведение различных обучающих мероприятий, реализация различных образовательных программ, проведение конкурсов по проблематике Холокоста. Сайт Научно-просветительского центра Холокоста – это такой очень важный ресурс, на котором можно найти очень много полезной информации, очень свежей, новостной и исторической. Очень много методических материалов, много публицистики. Самое главное – материалы, представленные на сайте Научно-просветительского центра Холокоста, они лишний раз подтверждают, что мы все вместе, мы все вместе выступаем против отрицателей Холокоста. И наша задача, очень важная общая задача, помним вместе, чтобы защитить будущее. У нас в Еврейской автономной области проходит декада памяти. В этом году она проходит с 17 января по 4 февраля. Скажу, что в предшествующие годы, в первый год у нас был просто день, Международный день памяти жертв Холокоста. Потом мы вышли на неделю, и вот уже несколько лет у нас декада. В прошлом году у нас была декада памяти с 18 января по 5 февраля. И вот мне приятно осознавать, что наш опыт проведения вот такой длительностью декады памяти, хотя на федеральном уровне она называется неделя, взят на всю Россию. В этом году у нас сроки совпадают с 17 января по 4 февраля. В других регионах страны тоже проходит декада, да? Да, да. На днях проходила пресс-конференция ТАСС по этой проблематике. Организаторами пресс-конференции выступали российский еврейский конгресс, исполнительный директор Анна Бокшинская выступала. Выступал также Илья Александрович Альтман, сопредседатель научно-просветительского центра Холокоста, посол Израиля в России и другие официальные лица. И все они говорили о том, что декада памяти жертвам Холокоста в современных условиях, это не только возможность вспомнить тех погибших 6 миллионов евреев, не только дополнительную возможность обратить внимание человечества, и у нас России, граждан России, у нас граждан еврейской автономной области, на то, что поиск имен должен продолжаться. Потому что те 6 миллионов, которые обозначены в мемориальном центре Яд Вашем в Иерусалиме в Израиле, но имена-то известны лишь 4,5 миллиона. Полтора миллиона имен еще не конкретизированы. И поэтому необходима еще громадная поисковая работа, исследовательская работа для того, чтобы понять, какова же судьба потомков тех людей, которые погибли, как погибли, где погибли. То есть вот эта вот история случившегося, это как раз основа той культуры памяти, которая должна быть сформирована у каждого здравомыслящего человека, у каждого нашего сегодняшнего ученика, студента. Мы же говорим о патриотическом воспитании. Патриотическое воспитание без уроков Холокоста невозможно. И перечень уроков исторической памяти без уроков Холокоста также невозможна. Но в то же время, когда мы говорим о Международном дне памяти жертв Холокоста, мы понимаем ту значимость, ту роль, которую сыграла Красная Армия, воины-освободители. Поэтому мы говорим о том, что необходимо, чтобы у нас в России был учрежден день 27 января, как день памяти воинов-освободителей и жертв Холокоста. Потому что во многих государствах этот день отдельно обозначен. То есть да, 27 января – Международный день памяти жертв Холокоста. Вот совсем недавно Азербайджан принял такое решение. У них 27 января – Международный день памяти жертв Холокоста. И у них есть обозначение свое календарное. И у нас оно должно быть, на мой взгляд. И Научно-просветительский центр Холокоста, и многие наши коллеги, мы придерживаемся этой точки зрения. Кстати, справедливости ради надо сказать, что мы говорили об этом и на летнем семинаре летней школе в Научно-просветительском центре Холокоста в августе. И я обещала продвигать на общественном уровне вот эту вот идею. И когда мы проводили круглый стол в нашем 23-м лицее, это образовательная организация с этнокультурным еврейским компонентом, мы говорили о межнациональном согласии. И говорили о том, что межнациональное согласие, оно требует обращения к урокам памяти, к урокам исторической памяти, к урокам Холокоста, особенно у нас, в условиях нашей среды этнокультурной еврейско-автономной области, и в резолюции нашего круглого стола, мы записали необходимость рассмотрения вопроса нашими органами власти, нашим законодательным собранием, учреждения 27 января, пусть пока на областном уровне, как день памяти воинов-освободителей и жертв Холокоста. Мы предположили, что наши органы власти исполнительные, законодательные, рассматривая этот вопрос, мы можем предложить им свои обоснования, а они потом могут в дальнейшем выйти на федеральный уровень, и тогда появится такой день. Я напоминаю, как у нас было с Днем работников культуры. Он ведь впервые появился у нас в Еврейской автономной области, День работников культуры, А теперь это праздник федерального уровня, который есть. И в этом направлении надо двигаться. Отличная инициатива, очень полезная для нашего региона, для его известности и авторитета. А Центр и международные организации поддерживают эту идею об упоминании воинов-освободителей в названии этой даты? Да, конечно. Научно-просветительский Центр Холокоста, Илья Александрович Альтман сам лично об этом тоже говорил на пресс-конференции. Он говорил о некоторой нелепости, о некоторой противоречивости, что мы эту работу ведем, а дня-то у нас нет нашего российского дня. И, конечно, вот этот день желательно, чтобы появился. Наверное, надо вспомнить и о том, что в этом году, в 2021-2022 учебном году, у нас почему-то из календаря образовательных событий, которые готовит и утверждает Министерство просвещения, выпал Международный день памяти жертв Холокоста. То есть он был-был, а в этом году он почему-то выпал. Вот сразу скажу, что все наше сообщество педагогическое, образовательное, которое занимается изучением уроков Холокоста, координацией этой деятельности в регионах и научно-просветительский Центр Холокоста, мы посчитали это какой-то технической неурядицей, нелепицей, потому что предположить, что Международный день памяти жертв Холокоста – это какое-то умышленное действие Министерства просвещения Российской Федерации, ну, это абсолютно… Уму непостижимо. Это уму непостижимо просто. Тем более наш президент постоянно напоминает о недопустимости забвения памяти Холокоста. Постоянно об этом говорит, напоминает. И, кстати, член Президентского Совета по правам человека, психолог Александр Осмолов на последнем заседании упомянул, что в министерстве произошел вот такой вот канус. – Мишеническая визолака, да. – Да, и сейчас ждет педагогическое сообщество, что Министерство просвещения исправится. Мы полагаем, что это техническая неточность какого-то технического исполнителя, молодого специалиста, который подумал, что, наверное, это не юбилейная дата, ну, которая совершенно не в проблеме. И уже педагогическое сообщество готово услышать от уважаемого нашего министра Сергея Кравцова что пропустили, невнимательно были. И поэтому так вот… – Какой-то технический нонсенс, сбой. – Совершенно верно. – Татьяна Анатольевна, о чем хотелось бы еще спросить? Те люди, которые отрицают Холокост, кто это? И чьи это голоса звучат? – Ну, знаете, разные. Вот последний громкий голос у нас в России, это был Матвеев в прошлом году. И как раз вот в преддверии даты 27 января, буквально 25-26 января, он в Ленинградском институте повышения квалификации, выступая перед учителями, говорит о том, что Холокост – это придумка. Ну, быстро… – 4,5 миллиона доказательств его не убеждают? – Вот, понимаете, и, ну, правда, рассматривали эти вопросы, он освобожден от работы и так далее. То есть определенные действия, как следствие его нелепых заключений, были. Но ведь отрицательный Холокост – это не только отдельные люди, неграмотные, это один сюжет, когда, ну, просто не знают проблемы. Вот поэтому обращаемся к материалам, которые на сайте научно-просветительского центра Холокост. Некоторые материалы, ссылки на них у нас на сайте Института развития образования. В некоторых материалах, которые опубликованы на портале Реобир, там тоже есть ссылки. На сайте Ятвашем, то есть дополнительно можно почитать. Сейчас не то время скрытое, когда этих материалов не было. Сейчас очень много материалов. Можно читать, можно смотреть. Ну, а потом есть категория граждан в мировом сообществе, я бы так сказала, не только внутри страны, но и за рубежом. Категории политиков, которые отрицают трагедию Холокоста для того, чтобы оправдать свои сегодняшние негативные, различные отрицательные действия. Вспоминается сейчас так называемый закон о реституции еврейской собственности. Принят был польским сеймом такой закон. Где-то в начале лета был принят этот закон, смысл которого, что потомки жертв, они не имеют права на собственность, там всякие ограничения и прочее. И это опять-таки такая абсурдная ситуация, потому что это пренебрежение памяти тех, кто был, все остальное. И можно приводить таких примеров очень и очень много. Ведь можно вспоминать о сквернении памятников, о сквернении могил. Да чего далеко ходить? Украина рядом. И ведь там это тоже происходит. Все это на почве антисемитизма. Да, к сожалению, вот государственный антисемитизм, о котором в свое время в художественном изложении писал Василий Гроссман, он говорил, что государственный антисемитизм – это мера человеческой бездарности. И там, где государственный антисемитизм становится нормой, нет государства, нет страны. И мы наблюдаем такие сюжеты. Мы видим, понимаете? И отрицание Холокоста – это одновременная попытка спрятать свои всякие вот черные действия. И я не хотела бы думать, что выпадание из плана графика воспитательно-образовательных событий Министерства обусловлено вот этими. Да, Международного дня памяти жертв Холокоста обусловлено умышленным действием. А это не юбилей, это не праздник. Это событие, о котором мы обязаны помнить. И справедливости ради надо сказать, что вот сейчас на неделю, на федеральном уровне называется неделя памяти, хотя идет также три недели. У нас декада памяти. Ведь заявили сегодня 79 регионов. И на сайте научно-просветительского центра «Холокост» представлены планы всех территорий. И наш план там в том числе есть. Он достаточно мощный, достаточно серьезный. И у нас очень много событий, очень много мероприятий. Тут большая благодарность нашим и отделам образования, и нашим образовательным организациям, потому что наши педагогические работники непосредственно осуществляют эту работу с детьми, с обучающимися, говорят об этом. Те воспитательно-образовательные события, которые будут проходить в течение этих трех недель. Работа, в общем-то, ведется большая. И много событий, которые связаны и с праведниками народов мира, с актуализацией недопустимости Холокоста. Это не только традиционные классные часы беседы, но это попытка достучаться до сердца каждого ребенка на допустимом для ребенка уровне, в зависимости от возраста. Мы начинаем в декабре работу по подготовке к декаде памяти. Направляем методические материалы, информируем о том, что у нас будет, начинаем формировать план. И поэтому у нас 12 января уже был план готов, в котором сейчас около 300 позиций. Почему я говорю позиции, а не мероприятий? Потому что обозначено в плане какое-то мероприятие, допустим, тематические киноуроки. И написано образовательная организация Смедовичского района, образовательная организация Ленинского района, города Бербежан. Это не одна школа. То есть эту позицию мы будем умножать на количество школ. В прогрессии, в степенях. Совершенно верно. Это все будет увеличиваться. Закончится декада памяти. В марте у нас будет стартовать уже конкурс. Вечные уроки памяти Холокоста и его жертв 2022 года. Конкурс у нас идет обычно до конца октября. В первой половине ноября мы подводим все итоги. И до 15 ноября мы направляем работы наших победителей региональных на федеральный уровень для участия в международном конкурсе «Уроки Холокоста. Путь к толерантности». И если в прошлом году мы направляли 11 работ, то есть у нас все эти годы было увеличено. Мы направляли 5, потом направляли 6, в прошлом году 11. В этом году мы направляли 16 работ. Из них у нас 9 работ дети и 7 работ педагоги. Конечно, пока они получают лишь сертификаты участников, но это международный конкурс, это солидно, когда у нас там громадное количество участников. Но две работы, два участника, один ребенок и один педагогический работник у нас вышли в финал, и предположительно они войдут в число победителей. Мы потом об этом позже скажем, когда уже у нас будут документы. А сейчас у нас получили сертификаты дети, педагоги. В период декады памяти в школах произойдут эти вручения. Это очень здорово. И участники конкурса, у нас на региональном уровне участников конкурса было 50, победители получили дипломы, призеры получили дипломы. А педагоги, которые подготовили победителей и призеров, кроме того, получили еще сертификаты наставников. Это документы от нашего Института развития и образования. Это отрадно слышать. И мне кажется по-другому. У нас в Юрийской автономной области быть не должно среди 79 участвующих регионов России в этой декаде ИАО основать первой. И мне кажется, у нас это получается. Желаем вам сил и успехов в этой работе. И пусть декада состоит из 365 дней. Об этом забывать ни на день, ни на час нельзя. Спасибо большое. Конечно, мы помним всегда, а без памяти нас просто нет. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!